дорогие друзья разрешите мне поздравить вас с наступающим новым 2016 годом и как водится пожелать всего-всего самого хорошего в новом году здоровья любви счастья в личной жизни к сожалению есть аналитики которые предрекают шестнадцатом году и спад экономики и депрессию одним словом кризис но ведь кризис он прежде всего в головах рождается кризиса у нас не будет будет фейверк будет взлет и вы творцы прекрасного будущего я имею в виду своих читателей и особенно создателей родовых поместье это вы зеленые ростки прекрасного прекрасного будущего это ваша партия которая называется родная партия единственная партия в стране которая проводит съезды без денег которая существует без денег но которая существует о которой все больше и больше начинают говорить удачи вам удачи и в личной жизни и успешного участия в выборах также я хочу поздравить и всех депутатов государственной думы а с чем поздравить уважаемые депутаты вашей государственной думе в нашей государственной думе уже полтора года лежат аж два закона о родовых поместьях что это за законы это законы которые подготовил народ которые обсуждались в народе и они не просто обсуждались некоторые люди уже живут по этим законам к сожалению полтора года это приличный срок для того чтобы их принять я желаю вам в следующем году принять эти законы и принять их в лучшем виде добавить и привнести что-нибудь свое чтобы прекрасный импульс который начался в россии усилился еще я хочу поздравить нашего президента владимира владимировича путина поздравить с тем что у нас в стране есть прекрасная народная идея которую уже называют люди национальной идеей россии я вас поздравляю с тем прекрасным что родилось в нашей стране владимир владимирович я хочу обратиться к вам с просьбой разобраться в одной очень интересной и захватывающей ситуации которая произошла в нашей стране а случилось вот что более 15 лет назад в стране начало развиваться движение под названием звенящие кедры россии более 15 лет назад люди начали строить родовые поместья они покупали по гектару земли часто на заброшенных сельхозугодьях и стали создавать на них свои родовые поместья для себя для своей семьи для своих потомков для своих детей и сейчас таких поселений в россии более двухсот пятидесяти это ли не прекрасное начинание разные трудности этим людям приходится преодолевать иногда непонимание прессы иногда непонимание чиновников на местах дескать что это такое что это за движение кто им руководит а никто ими не руководит ими руководит их мечта ими руководит идея ими руководит прекрасный образ будущего России для себя для своей семьи для своих потомков мы создадим родовые поместья и когда их будет много десять двадцать тридцать тысяч когда их будет миллион вся страна превратится в цветущий оазис о ней будут говорить в мире как о лучшей стране показавшей всему миру прекрасное прекрасное будущее прекрасную дорогу к этому будущему и посмотрите что получается без денег без поддержки они до сих пор развиваются если посмотреть в интернете там почти каждый месяц появляются новые группы которые говорят мы ищем единомышленников единомышленников в таком то в таком то регионе для создания родовых поместьй потом появляется инициативная группа которая организовывает межевание что им нужно да нужна им прежде всего моральная поддержка и прежде всего от лидера страны а все началось с маленькой тоненькой книжечки смотрите вот она да эта книжечка называется анастасия она выпущена на в тонком переплете на газетной бумаге я автор этой книжки и как то неудобно говорить о том что как вот такая хорошая книжка так много сделала только я не беру все заслуги в свой адрес дело в том что наверное я оказался в нужном месте в нужное время и встретился со своей прекрасной мечтой встретился с анастасией многие говорят есть она нет ее до мегре ее выдумал но если такое можно выдумать пусть другие предприниматели или писатели тоже что-нибудь выдумают да такое чтобы прекрасное усилилось улучшилось а какое движение родилось в россии почему это произошло потому что миром правят образы а здесь в этой книжечке описан прекрасный образ таежной отшельницы анастасии красивой умной и пылкой женщины этот образ он словно парит сейчас над россией и здесь появилось слово сочетание родовые поместья и потом в народе родилась идея и появился следующий слоган родовые поместья национальная идея россии этой книжечке некоторые силы очень и очень боятся ну как же такое движение что за этим стоит даже говорят о том что ах это принесет некие беды но уже ученые доказывают что за этим стоит рассвет науки за этим стоит оздоровление наций за этим стоит конец коррупции за этим стоит прекрасная счастливая семья тысячи тысячи миллионы семей за этим стоит стабильность в государстве социальная успокоенность за этим стоит могущество государства а вот какая просьба пожалуйста разберитесь в ситуации видно вам очень много наговорили неверного и неточного об этом движении и помогите этим людям давайте вместе строить прекрасное будущее России народ к этому готов пусть часть народа но это значимая часть которая с каждым годом увеличивается вдумайтесь исчезали с карты россии целые села деревни и вдруг от какого-то словосочетания просто от букв загорелись людские сердца прекрасной мечтой и стали рождаться новое поселение прекрасное где люди не пьют не курят воспитывают детей произошло единство противоположностей люди высаживают на земле сады деревья цветы и в то же время их дети работают на компьютере и эти дети будущее нашего народа и еще смотрите что происходит в сирии да и в других странах снг а ведь эта идея объединяет людей вот поселение под владимиром во владимирской области есть 15 таких поселений есть маленькие совсем есть большие в них живут люди которые знают друг друга их объединяет общая мечта общая идея а люди ведь разного социального достатка разного возраста разных вероисповеданий есть мусульмане есть христиане а все равно они едины их объединяет единая мечта единый порыв в одной из книг я привел слова таежной отшельницы анастасия которая говорит в начале нового тысячелетия президент россии издаст указ в котором каждой желающей семье в россии будет выделяться гектар земли для создания на нем родового поместья обратите внимание каждой желающей семье какое может быть будущее у страны которая закупает продукты за рубежом имея столько земли какое будущее может быть у страны где не очень здоровые люди а ведь это движение развивает в том числе и медицину владимир владимирович всем понятно как много у вас забот тем более при нынешней международной обстановке но есть у вас прекрасная организация лидером которой вы являетесь народный фронт народное движение народный фронт так поручите народному фронту разобраться в ситуации представить вам достоверную информацию и поручите ему курировать это движение я попросил фонд чтобы он представил вам достоверную информацию о движении звенящие кедры россии о людях которые строят родовые поместья вы посмотрите ее внимательно если будут дополнительные вопросы я думаю что фонд вам ее предоставит мы открыты есть сайт который называется анастасия звенящие кедр россии там в подробностях рассказано где и что организовывается там в подробностях рассказано какие люди поддерживают движение и какие притормаживают его я думаю что пора бы и нашему попросите да вот лучше вы попросите наше правительство собрать достоверную информацию и пусть оно опубликует доклад чтобы его посмотрели люди как оно относится к этому движению и сразу будет видно в чем они правы в чем они не правы эти книги выходят в америке европе японии прибалтики и везде появляются вот эти группы которые начинают действовать так же как люди в россии самые активные действия происходят в россии видно многое-многое зависит от перевода и мне хотелось бы чтобы прекрасное для всей земли началось с россии образ в россии появился прекрасный образ он творит он действует но сейчас многое зависит от вас владимир владимирович подключайтесь еще раз поздравляю всех с прекрасным 2016 годом здесь в каждом поместье пространство любви мы творим с богом вместе мы дети твои наш рот процветает мы дружно живем и сказочным краем селенье зовем здесь птицы поют под радугой здесь звери и рыбы рады нам здесь каждый цветок и огромный дуб нам люб всем всем нам люб мы знаем земля возрождается когда мы к ней прикасаемся с любовью утворим первозданный рай как прекрасен наш сказочный край здесь с бардами вместе мы песни поем и образ вселенной любви создаем послание истоков волхвы нам несут под пляс омароках мы чувствуем суть здесь птицы поют под радугой здесь звери и рыбы рады нам здесь каждый цветок и огромный дуб нам люб всем нам люб мы знаем земля возрождается когда мы к ней прикасаемся с любовью творим первозданный рай как прекрасен наш сказочный край здесь в каждом поместье чистейший родник от предков шлет вести и мудрость от них раздоль ездить детям остаться уют здесь счастлива семьи ведрусов живут здесь счастлива семьи ведрусов живут здесь здесь птицы поют под радугой здесь свиньи рыбы здесь каждый цветок и огромный дуб дуб нам люб всем нам люб мы знаем земля возрождается когда мы к ней прикасаемся с любовью творим первозданный рай как прекрасен наш сказочный край здесь в каждом поместье пространство любви творим с богом вместе мы дети твои наш род процветает мы дружно живем и сказочным краем сиренье зовем и сказочным краем сиренье зовем пальцем в